добрый день дорогие друзья это компания про тюнинг автосалон на улице российская 263 сегодня мы вам покажем Porsche Cayenne Coupe 2022 года это модель которая в свое время спасла компанию Porsche от краха от кризиса и как видим на сегодняшний день Porsche экспериментирует с форм-фактором показав нам новую модель в исполнении купе очень стильный кузов интересно смотрится современно особенно смотреть на то что машина четырехдверная многие не понимают почему у нас купе идет четырехдверная на самом деле в головах людей засел такой стереотип что купе это двухдверные автомобили но это не совсем так купе это такая покатая задняя часть как мы видим на этой машине то есть вправе называться купе конкретно на этой машине очень хорошая комплектация что мы видим глядя на нее спереди это современные матричные фары которые идеально освещают дорогу в любых условиях по передней части у нас все вставки которые идут в решетка радиатора исполнены в черном глянцевом цвете что очень хорошо смотрится это современно стильно сейчас такая мода пошла делать не хромовые детали а как раз таки черный глянец такого класса автомобиля и в самой решетка радиатора у нас скрывается радар который следит за дорожная обстановка и помогает вам в том чтобы преодолевать много много километров сам передний бампер у нас имеет такую покатую нижнюю часть которая выступает вверх для нашей страны это очень важно потому что есть много мест где плохие дороги бордюры и так далее собственно такая форма переднего бампера позволяет вам не повредить его если вы двигаетесь по таким дорогам на машине установлены двадцать первые колесные диски литые с алмазной проточкой очень хорошо смотрятся контрастно потому что серый графит с таким светлым цветом перекликается и выглядит очень стильно за ними у нас прячется спортивная тормозная система это двухсоставной тормозной диск и суппорта спереди которые имеют себе 6 поршней сзади 4 поршня и на которых еще сверху нанесена гравировка porsche на самом зеркальном элементе у нас есть две особенности это то что они имеют в себе автозатемнение то есть очень удобная функция которая затемняет зеркало если видеть что сзади автомобиль с дальним светом и функцию контроля слепых зон чтобы не дай бог вы не перестроились другую машину на ручках по кругу на всех ручках у нас установлен бесключевой доступ то есть с любой стороны подойдите у вас дверь откроется при наличии ключа в кармане очень удобно если руки заняты и еще очень важно что хочется отметить что у автомобиля сверху полностью стеклянная крыша потому что там идет панорама на многих машинах делается так что отдельно под панораму у нас идет стекло все остальное что снаружи это металл но тут сделали гораздо интереснее гораздо более стильно и современно это полностью стеклянная крыша выглядит безумно красиво переместившись назад видим что багажник здесь достаточно большой и эргономичный в чем это заключается то что у нас по бокам и спереди и сзади есть крючки для того чтобы закрепить что-либо на полу по бокам также на стенках у нас есть крючки два фонаря что не во всех машинах даже бывает на самом деле это мелочь но достаточно важно потому что ночью у вас будет полностью осуществлен в багажник и будете все собственно видеть боковые ниши чтобы сложить всякие мелочи и слева у нас также имеется прикуриватель 12 вольт чтобы зарядить ваши аксессуары если мы откроем подпол мы увидим здесь докатку и сабвуфер акустическая система бозе которая установлена в этой машине которую расскажем чуть позже закрываем багажник который имеет здесь сервопривод и видим эту прекрасную заднюю часть главной фишкой которая является активность спойлер который открывается у нас при включенном режиме езды спорт и собственно усиливает прижимную силу на задней части то есть машина реально с такой с отсылкой на спорт сверху мы видим еще один спойлер то есть собственно машина прям полностью напичкана этими аэродинамическими элементами очень красиво и функционально это все выглядит на задней части что мы еще видим из таких спортивных элементов это такой небольшой не сильно выраженный диффузор тоже это все и пришло из автоспорта очень красивые насадки выхлопа двойные слева справа такие очень многослойные непростые не как на всех машинах и задний фонарь очень хорошо выглядит за стеклом у нас внутри прячется логотип porsche такое встречается только на этих машинах теперь пойдем в салон посмотрим что у нас там имеется только садишься в салон сразу замечаешь эту огромную панораму который идет через всю крышу и что интересно что они нет перегородки посередине как многих машин то есть у нас цельное стекло которое проходит от передней части крыши до самого зада если мы посмотрим на салон у нас имеется частичная отделка из кожи сиденья с перфорацией потому что в них есть вентиляция очень удобно особенно в лето это прям то что нужно и на подголовниках безумно красивое тиснение porsche логотип porsche руль у нас также отделан из кожи полностью имеет себе подрулевые лепестки для того чтобы переключать передачи снизу у нас колесико который мы выбираем режимы езды это тоже такая деталь который устанавливается спортивной версии автомобилей за рулем мы видим приборную панель которая у нас и механическая и электронная то есть часть ее это тахометр который находится посередине как в спортивных машинах опять же у механический а все остальное спидометр различные приборы показания слева справа тахометр у нас электронную очень стильно и опять же современно по центру салона мы видим большую мультимедиа систему штатную которая управляется сенсора то есть здесь есть все что необходимо навигация различные настройки автомобиля carplay android auto и так далее она одни располагаются классические часы porsche которые во многих моделях стоят именно этой марки которые выдают в салоне что это именно porsche на центральной консоли все достаточно стандартно здесь у нас находится регулировка климат-контроля который у нас четырех зонный селектор переключения передач включение выключения вентиляции и подогрева в сиденья также обдув лобового стекла и подогрев заднего чуть ниже видим два удобных подстаканника с прикуривателем 12 вольтовой зарядкой и за ним у нас располагается удобный подлокотник в котором имеется беспроводная зарядка для вашего телефона и два юсби разъема сидя на заднем ряду хочется смотреть только на эту панораму которая как раз таки нет перегородки создается больше пространства из-за того что ты видишь все небо над своей головой очень хорошо сделано мне лично очень нравится задний ряд не тесный я сижу сам за собой место в ногах еще очень много остается посмотрим на центральную консоль заднего ряда видим как раз и к тот самый 4 зонный климат-контроль под которым у нас находится еще один перекуриватель на 12 вольт и справа от него две тайп си зарядки на дверях у нас даже сзади располагается двухкомпонентная аудиосистема потому что это бозы здесь целых 16 динамиков по всему салону звук здесь максимально сочный и лучше в своем классе под капотом у нас здесь стоит трехлитровый бензиновый в 6 который развивает мощность 340 лошадиных сил а еще у машины всего 1000 км пробега так что можно считать что это новый автомобиль эту машину можно посмотреть в нашем автосалоне на улице российская 263 а также при покупке нового авто или авто с пробегом вы получаете гарантию до 3 лет так что скорее обращайтесь к нам процент кроме а Субтитры создавал DimaTorzok